Всем змеиный привет, дорогие подписчики! С вами Снейк. Говорить мы будем о вдове. Именно о черной вдове, которую вы выбрали в голосовании, как самую сексуальную девушку. Поэтому не будем терять времени и начнем. Наталья Алиановна Романова родилась приблизительно в 1928 году. Да, представьте себе, как давно она родилась. Она даже старше ваших бабушек. Дом, в котором жила семья Наташи в Сталинграде, был уничтожен во время нападения империалистов. Ее мать передала ее советскому солдату, искавшему в развалинах свою сестру. Солдата звали Иван Петрович Безухов, который присматривал за ней всю ее жизнь. В конце 1930-х годов Наташа привлекла внимание советской разведки, которая начала ее тренировать. В 1939 году, благодаря Сталину, Наташа была принята в шпионскую школу Тараса Романова, где обучалась различным областям шпионского ремесла. Скрытым стратегиям, самообороне, владению ножом, торговле информацией. В этой школе она встретилась со знакомым Тараса, Логаном. Именно, друзья, тем самым. Логан тренировал Наташу боевым искусством. Позже Логан убил Тараса, что и было его целью. Наташа позволила Логану уйти, поскольку он нравился ей больше Тараса. Наташа выучила важный урок. Любовь и преданность имеют большое значение и поэтому являются важным козырем. Наташа провела три месяца в лесу, недалеко от Москвы, или, как в другой версии, в сибирских лесах, где ей была найдена Иван, и вернулась под его опеку. К этому моменту, несмотря на ее возраст, Наташа была весьма умела в области убийства и шпионажа. В 1941 году нацист-барон фон Штрукер похитил Наташу и передал ее клану Хэнд на острове Мартрепур. Она должна была стать их мастером-убийцей, но ее спасли Иван и американский супергерой Капитан Америка и канадский искатель приключений Логан. Во время первой попытки спасения Логан узнал, что Наташа находится на задании по устранению лидера Хэнд. Служав советской армии в последние месяцы Второй мировой войны, 16-летняя Наташа влюбила в 17-летнего солдата Николая. Они объявили себя женатыми, и Николай повязал Наташу на пальц ленточку своей матери, поскольку это было единственное кольцо, которое он мог ей дать. Позже Наташа забеременела, но Николай погиб во время войны, а их дочь родилась мертвой. После войны Наташа часто навещала могилу своей дочери в Словакском лесу, но прекратила делать это после смерти женщины, помогавшей ей с родами и жившей неподалеку. Также Наташа там же закопала розу. Исходя из того, что правнучку той женщины зовут Роза, можно предположить, что Наташа хотела так назвать свою дочь. В 1956 году Наташа и Иван после Второй мировой войны путешествовали по разоренной войной Европе. Наташа, чтобы спасти жизнь Ивана, приняла предложение вступить в советскую правительственную программу «Черная вдова», проводимой красной комнатой, в обмен на продлевающие жизнь химикат. Во время пребывания там она была био- и психотехнологически улучшена, что дало ей долгую жизнь и молодость. Процедура была разработана ученой Людмилой. Григор внедрил Наташе фальшивые воспоминания об обучении в Московском художественном институте и последующей карьере балерину. Это должно было скрыть ее промывку мозгов и обеспечить подсознательную преданность Наташе своей стране. Также во время пребывания в программе одним из ее учителей был Зимний солдат. Наташа и Зимний солдат вскоре полюбили друг друга. Но в 1958 году начальство прекратило их отношения и организовало брак Наташи и Алексея Шостакова, выдающегося советского летчика-испытателя. Вскоре из-за промывки мозгов красной комнатой Наташа поверила в то, что она обычная домохозяйка. Это было попыткой Хрущева дать Наташе нормальную жизнь. Несмотря на то, что брак с Алексеем был организован Кремлем, Наташа сильно влюбилась в Алексея. После нескольких лет счастливой совместной жизни КГБ решила, что навыки этой пары сделают их превосходными специальными агентами и разделила их, пока Алексей был на миссии. Наташи сказали, что ее муж погиб в окружении экспериментальной ракеты. Наташа изъявила желание помочь своей стране в борьбе против Запада и ее завербовали в КГБ, где она и закончила обучение и получила прозвище «Черная вдова». Позже человек по имени Логан объявился в США после его вербовки канадским департаментом АШ. Наташа защищала его от убийц Гидры, так же, как это делали его бывшие товарищи Ник Фьюри и Кэрол Денверс. Но Логан не помнил об их ранней встрече, поскольку его воспоминания были подавлены оружием Икс. «Черная вдова» в превосходной физической форме владеет навыками гимнастики, балета, эксперт боевых искусств, в том числе карате, айкидо, бразильское джиу-джитсу, самбо, сават, различные стили кунг-фу. Профессионально владеет холодным и огнестрельным оружием и навыками шпионажа. Часто пользуется оборудованием, которое было изобретено еще советскими учеными и инженерами, и впоследствии улучшено и адаптировано техниками в щите. Обычно она носит выделяющиеся черные браслеты, в которых скрыты крюки, гранулы слезоточивого газа, электрические заряды, способные оглушить противника, а также пояс с металлическими дисками, на которые помещается взрывчатка и другое оружие. Ее костюм выполнен из стрейч-кожи и с присосками на ладонях, и ступнях, что позволяет ей подниматься по стенам. Вот и все, друзья. Надеюсь, вам понравилось. Если да, то ставим лайк и делимся роликом о настоящей сильной русской девушке. Пусть все знают, какая она крутая. А с вами был, как всегда, Снэйк. Не забывайте подписываться к нам на канал. Также подписывайтесь на канал в группу ВКонтакте Героя и Злодея и на нашу страничку Мир Комиксов. И до новых встреч, друзья. Всем сайонара.